Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказала, что еще раз не знаю, как сказать, учитывая рост цен. Это все бесполезно. Народное мнение. Среда, 4 мая, 12 часов и 2 минуты в нашем городе. Это программа «Народное мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Напоминаю, что «Народное мнение» — это передача, в которой каждый из нас сможет высказать свою точку зрения по заявленной теме. Компанию мне в студии составляет Александр Грислис, журналист газеты «Источек новостей». Александр, приветствую тебя. Добрый день. После четырех продолжительных майских выходных. Как себя ощущаешь? Хорошо. Хорошо, отлично. Просто сейчас вот недавно с коллегами общался из коммерческих отделов. Они говорят о том, что такие продолжительные праздничные дни, они немножко выбивают людей из колеи. Например, была договоренность созвониться. В определенный день люди об этом забывают, видимо, расслабляются. Совершенно согласен. Да. Вот кто-то считает, что действительно это как-то немножко выводит из рабочего ритма. Ну, сегодня наша программа, она не столько позиция в ней, да, может прозвучать не столько мнение, а сколько личная история и личная оценка происходящего. А история эта очень близкая и понятная каждому. И все мы об этом с сожалением и думаем, и говорим. История про подорожание товаров и услуг, которые мы наблюдаем в последнее время. Для меня, как и для многих горожан, ну, буквально каждый поход в магазин превратился в серьезную стрессовую ситуацию. Я сейчас не шучу нисколько, когда ты заходишь в торговую точку и с округленными глазами созерцаешь ценники, вспоминаешь, а сколько этот товар стоил три месяца назад, сколько он стоил в прошлом году. Ну, чтобы не быть голословным, сразу приведу конкретный пример. Рост цен на какие именно товары обеспокоил меня лично больше всего. Вот на первое место я поставил, конечно бы, продукты, причем продукты самые элементарные. Крупы, рис, гречка, сахарный песок, овощи, чай. Ну, чай для меня это вообще отдельная тема. 200 рублей за пачку я оплатил в недалеком прошлом. Сейчас она 300 рублей, и что-то как-то вот идешь и чешешь макушку. На второе место товары для гигиены поставил бы мыло, стиральный порошок, шампуни, зубная паста и так далее. Ну, а на треть все остальное. Хотя официальная статистика, если вы читаете Кировские новости, то об этом прекрасно знаете, в очередной раз уверяет, что не все так уж и плохо. В среднем у нас в марте товары и услуги подорожали на 8%. Апрельских данных еще, по-моему, нету, но они, видимо, должны появиться в ближайшее время. 8% это в среднем. И Кировстад составил перечень продуктов и других товаров, которые подорожали больше всего. На первом месте репчатый лук, более 70% прибавка в цене составила. Сахарный песок на 50%, помидоры 46%, капуста 43%, яблоки 30% и так далее. Если говорить не о продовольственных товаров, то лидер в повышении это стиральные машины. Почти на 70% они подорожали в марте месяце. На втором месте обручальные кольца золотые 60% с лишним процентов. Мониторы для компьютеров 50% с лишним процентов и так далее. Вот если говорить, Саш, о тебе. Ты тоже ходишь в магазины. Что для тебя в первую очередь резануло неприятно? Твой такой метр личный. Ты знаешь, Вов, мой личный шок-рейтинг, он полностью совпадает с твоим рейтингом. Продукты на первом месте, да? В первом месте продукты. Второе, конечно, страшно подойти к полкам с бытовой химией, с предметами гигиены. А обручальные кольца стиральной машины, как ты сейчас озвучил, мы, к счастью, не так часто покупаем. Ну вот у меня на пальце, да, я вроде пока не собираюсь. А, у тебя первое? Вроде пока не собираюсь больше. Первое единственное. Да, да, обручальное кольцо. Другое какое-то покупать. Непростое украшение. Да. В общем, давайте говорить о том, как изменил нашу с вами жизнь, рост цен, какой выход вы нашли, или, по крайней мере, в каком направлении движетесь, чтобы найти этот выход. И чего вы отказались, может быть, удалось ли найти замену, альтернативу. Ну, вопросы, вот, например, показывают, что каждый третий житель нашей страны приступил к поискам подработки, или уже нашел, или в активном поиске находится. Давайте сообща, такое коллективное народное мнение составим, может быть, дадим конкретную подсказку, может быть, подскажем действительно торговую точку, где можно найти более дешевые альтернативные товары. Ну, потому что жизнь-то продолжается, и надо дальше как-то существовать. И вот подобные оценки звучали как раз-таки в нашем опросе, который мы непосредственно с Александром совместно записывали на свежем воздухе. Вышли и спросили жителей города, попавшихся навстречу, как вы оцениваете рост цен, как изменились ваши предпочтения, от чего вы отказались, какую замену ищете, и как вообще взираете на будущее, с каким настроем. Сейчас мы услышим этот опрос. Опрос размещен в группе нашей радиостанции ВКонтакте, также в группе ВКонтакте газеты «Источник новостей». Ну и, кроме того, прямая трансляция сейчас нашего эфира идет не только на 101.0, но и на нашем YouTube-канале, на сайтах kirova.ru, в наших телеграм-каналах, в сообществе ВКонтакте. 211-101, это прямой эфир, вы можете дозвониться и поделиться своим мнением. Можно также писать на 8909-720-101.0. Принимаются как традиционные смс-ки, такие сообщения в Вайбере и в WhatsApp. Попрошу сейчас нашего звукорежиссера запустить аудиоверсию записанного нами опроса. Давайте послушаем, что мы отвечали горожане. Народное мнение Жизнь подорожала в последнее время очень сильно. Какие выходы ищете, какие меры будете предпринимать или уже... Работаю. Просто работаете и не задумываетесь. Возможно, подработка дополнительная какая-то. Нет? Для вас пока остается все как прежнее. Пока еще ничего не расслабили. Пока еще в задумчивости ходите и смотрите... В большой задумчивости, как в страшном сне. А в целом настрой на будущее. Хочется пожить хорошо. И хочется нормально пожить. Да, нормально. Ну, лекарства подорожали, продукты подорожали. Да, это точно. Сейчас я ничего не ухожу на лекарства. Живем, увидим, что дальше будет. Похоже так. Похоже так. Живем, увидим. Больше работать, экономить. Я пенсионер. А знаете, я 90-е прошел. Да. Вот, жил в 60-х, неплохо жил. Вот так что, не знаю. Ну, в целом, настрой-то на будущее какой? Жить. Жизнь в последнее время сложнее стала для вас? Да. Цены повысились на тонность? Нет, это не с этим связано. У меня проблемы с ботинским счетом. А, ну, в любом случае, это доход, средства какие-то. Ну, да, да. Ну, уже некоторые продукты вычеркнули. Например? Рыба. Рыба? Да, по 400 рублей стоит. Да, за 200 грамм. А еще от чего, может быть, планируете отказаться? Походы в кино, в какие-то кафешки? Или этого вообще, в принципе, не было? Этого, в принципе, не было. Деньги стараюсь экономить. Дорого зубы лечить. Вот иду сейчас зубы лечить. И думаю, то ли платно, то ли бесплатно. Бесплатно некачественную поставят. Я ни на чем не экономлю, но пару упаковок гречки купила. А, просто запас небольшой сделали? Не, немножко, да. Сахару парочку, но диабет, и мне это хватит на год. Пенсию получаю, 19 тысяч мне хватает. Все подорожало, как справляетесь с этим? Какой выход ищите? Ну, экономите на чем. Хватает денег. Хватает пока, нормально. Перенесем. Проживем. Проживем. Только вперед. Бывали времена и походы. Не те времена-то. Пришел немец, двое было. Ну, один берешь, шиком вот так откидывает просто. А мне полтора года было. Ну, я же мальчик. Не оно, не она. А я заплакал. Мама меня схватила, а немец. Матка, вон, выходи, вон отсюда. Ну, маму выкинула, и в сенце там я, значит, с ней простоял. Вот, ну, могло быть и по-другому. Экономить на чем-то, не знаю. Огород больше садить. Отказаться от чего-то. Да, все, сажаем, едим овощи свои. Свои. Да. Ну, а покупать все равно покупаешь. Вот то одно, то второе. Где увидишь по скидке, там и берешь. Пенсионерам бы сделали хоть какую-то льготу. Рик Тичкова сейчас в сады поедем. Ветеран Кировской области тоже никаких льгот. С мужем отметили золотую свадьбу. Никто не вспомнил. Именно на что Росцен напугал? Ну, вот, например, на корм кошачий. Его, во-первых, в дефиците стал, в принципе, и вырос в два раза очень, даже больше. А там из сферы развлечений, не знаю, в кино ходите, в кафе куда-то. Придется это ограничивать себя или что? Ну, в принципе, из-за санкций сейчас особо не сходишь из-за того, что новинки у нас не уходят. Ну да, практически ничего не осталось. Да, только если отечественное. Где денег-то брать? Работимся. Посоветуемся. Ну, конечно, жить труднее стало. И будет еще хуже. Все равно мы будем, как говорится, приспосабливаться, жить. Так что, какой у нас выбор? В общем-то, как жили, так и живем. Стараемся влажиться в ступень, в которой, честно сказать, не ощущаю, чтобы это было на грани. Огород есть, свой сад? Нет, ничего, это было устарели. Настрой на будущее. В общем-то, на лучшее-то нечего надеяться. Все подорожало очень сильно. Как-то себя ограничиваете? Нет? Я есть бросил. Последний участник опроса заявил, что есть бросил. Да, если вы не расслышали. Много слышно было. Да, но есть бросил, ты знаешь, чревато все-таки. Я думал, он все-таки пошутил. Есть надо для того, чтобы просыпаться каждый день, идти на работу, заниматься делами. Да, пошутил. Сарказм такой был, да. Видимо, человек действительно устал от этой ситуации. Чувствует себя не в своей тарелке. К 211-101 можете поведать свою историю, как вы справляетесь с подорожанием, что-то изменилось в вашем поведении, как покупатели, приключились на другие товары, более дешевые. Удалось ли найти замену? Аналог 211-101, 8909-720-101 и 0. Ну вот там у нас в ответе прозвучало несколько слов об огороде, о садах. Ты знаешь, в последнее время я тоже среди своих знакомых, друзей слышу вот эти мнения о том, ну, будем вот теплицу увеличивать, плантации, картофель будем высаживать и так далее. И, честно говоря, у меня тоже есть какие-то похожие планы в этом году на этот счет. У меня нет своего садового участка, есть у родственников участок довольно большой, правда, далеко от города. Видимо, придется чаще туда ездить. Ну, это пока не окончательное еще решение, не знаю, не ощутил я в себе вот какую-то твердую еще уверенность в том, что надо засаживать все картофелем и другими овощами. И я знаю, что газета «Источник новостей» не так давно проводила опрос среди известных людей нашего города, и вопрос-то звучал, по-моему, точно так же, да? Собираетесь ли вы увеличивать и... Ну да, в принципе, будете... Возлагаете ли надежду, да, на свой приусадебный участок? Да, я процитирую нескольких участников опроса. Например, Марина Сунцова, известная в городе общественная активистка, многодетная мама, рассказала, что они живут в своем доме. У них есть небольшой участок рядом с домом, буквально несколько соток, и каждый год они традиционно высаживают свеклу, морковь, лук, зелень, помидоры, огурцы, кабачки. Все самое простое. И в этом году все остается без изменений. То есть, по словам Марины... В тех же масштабах, да? Просто, видимо, площадь земельного участка не позволяет увеличить. А, например, Галина Мальцева, пресс-секретарь управления госслужбы занятости населения Кировской области, интересную мысль озвучила. Сказала, что дача для нее, это прежде всего психотерапия в общении с природой и возможность самореализации возделывания огорода. Психотерапия для многих сейчас, наверное... Как некая отдушина, да? Некая отдушина, да. Вот, и по словам Галины Михайловны, уже... Они и планировали нынче сократить посадки, но теперь, пожалуй, оставят все как есть. Придется. Да. Кстати, не так давно я наблюдал в одном из популярных сообществ в городских ВКонтакте эту тему. Он задавался вопросом, а что вы будете делать, как вы будете бороться с подорожанием продуктов? Может быть, есть планы действительно какую-то скотинку свою завести, цыплята, хрюшки? Будете ли увеличивать площадь высаживаемых культур? Мне посадок не очень нравится слово. И люди, на мой взгляд, там было несколько сотен комментариев, люди сошлись во мнении, что довольно все это сейчас невыгодно выращивать самостоятельно. То есть, выхлоп, да, если потом соразмерить те затраты, которые в том числе и финансовые, и трудовые, которые были сделаны, проще пойти и купить то же мясо, те же овощи. Насчет фруктов у нас как-то не очень в регионе получается, но многие, конечно, умудряются выращивать кое-что еще. Что касается исследований общероссийского уровня, я заглянул на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот что эта структура писала еще полмесяца-месяц назад. Согласно результатам вопросов, порядка 60% россиян почувствовали на себе усложнившуюся ситуацию с ценами. В первую очередь на продукты. И специалисты в этих условиях выделяют несколько примеров поведения. Они разделили россиян на так называемых аскетов, инвесторов, стратегов, паникеров и рационалистов. Говорят тебе о чем-нибудь эти термины? Да, расшифрой. Давай сейчас буду расшифровать. Примерно, если говорить в процентном соотношении, то примерно поровну по пяти этим группам распределились голоса. То есть примерно по 20%. Стратегам в нынешние кризисные времена свойственно увеличение трат на многие категории товаров, которые не относятся к товарам первой необходимости и базовым продуктам питания. То есть сахар у нас с металлой стратегии? Не-не-не, не стратегии. Чаще всего они делают ставку на смартфоны, бытовую технику, ювелирные изделия, салоны красоты, дорогостоящий ремонт автомобиля. Мне сложно, конечно, представить, как так можно тратиться в текущих условиях на все эти вещи, но вот они по заявлению социологов делали именно это и продолжают делать. На втором месте аскеты. Тоже порядка 20% опрошенных. Ну, тут из названия понятно, что россияне, принадлежащие к этой группе, начали экономить на всем, кроме еды. В этой категории больше, чем в других сегментах россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Инвесторы стали вкладываться, опять же, в ремонт автомобиля, страхование, в ремонт жилища. Четвертая категория – это паникеры. Вот то, что мы видели с ситуацией, которую мы тоже здесь обсуждали в рамках народного мнения, ситуация с сахарным песком, да. Паникеры стали закупаться впрок товарами первой необходимости. Среди них в основном это люди со средним заработком. Они, в частности, увеличили траты на сладости, деликатесы, косметику, средства личной гигиены, корм для животных, ну и, наконец, рационалисты. Пятая группа – это россияне, которые не увеличивают траты ни на одну категорию. То есть в ожидательную позицию, я так понимаю, да, люди заняли. Ну, вот я, скорее всего, отношусь к последней категории. Да, они умом понимают, что больше ты тратить ввиду определенного размера своего дохода не получится, ты не можешь, дабы потом не оказаться у разбитого корыта. Вот такие пять групп. 211, 101, давайте пообщаемся, как вы живете в нынешних непростых финансовых условиях. Перераспределили ли вы свои траты, удалось ли вам найти чему-то замену. Может быть, вы стали чаще ходить по магазинам, сравнивать ценники, и где-то заметили, что подорожание товаров не очень существенно произошло, и вы, соответственно, сделали выбор в пользу этой торговой точки. Либо пока ничего в вашей жизни не изменилось, и вы, что называется, заняли выжидательную позицию, и хотите посмотреть, поглядеть, что будет дальше. И в зависимости уже от этого будете предпринимать какие-то конкретные шаги. 211, 101, номер прямого эфира, время идет, успеете высказаться, и номер для ваших смс-сообщений, а также сообщений в вайбере и в ватсапе 8909-720-101-0. У нас есть договоренность пообщаться со специалистом, с экспертом, вернее, не с одним, а с двумя. В частности, это Елена Каранина, доктор экономических наук, профессор Азиатского госуниверситета, руководитель регионального центра финансовой грамотности. И вопросы с Еленой Валерьевной хотелось бы обсудить. Вполне такие жизненные, знакомые и понятные каждому из нас. Вот если брать за какие-то исходные данные, да, мы получаем определенную сумму в месяц в качестве жалования, в качестве заработной платы. Мы тратим, в том числе, эти деньги в магазинах. И как быть? Зарплата не прибавилась, цены увеличились. И как все-таки не столкнуться с тем, что мы за несколько дней, или, может, пару недель, потратили всю свою зарплату, и оставшиеся до следующей получки, как принято говорить, дни, будем, ну, лапу, что называется, сосать. Елена Валерьевна, добрый день. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, еще раз повторю, Елена Каранина, доктор экономических наук, профессор Вятского госуниверситета, руководитель регионального центра финансовой грамотности. Елена Валерьевна, доходы в нынешних условиях у большинства, подавляющего большинства, не увеличились. Цены выросли. Нуждается ли сейчас в корректировке вот наше поведение, как потребителей, как покупателей, от чего все-таки следует отказаться? От чего невозможно отказаться? Как быть? Вы, как специалист, как эксперт, поясните, пожалуйста. Ну, да, конечно, современная ситуация, она, во-первых, требует того, чтобы люди следили за актуальными финансовыми новостями и принимали грамотные финансовые решения. Ситуация, конечно, которая складывается сейчас. Главное отличие в том, что кризис вызван факторами внешнего шока, которые не связаны с экономическими циклами. Но и мы видим факторы роста инфляции. Сегодня они налицо. Но одновременно мы видим политику Банка России, который стабилизирует данную ситуацию. То есть в результате проведения его грамотной политики все-таки обеспечивается финансовая безопасность. И вот я отмечу, все-таки Центробанк прогнозирует снижение инфляции до 8% в 2023 году. И уже возврат к целевым цифрам 4% в 2024 году. То есть эта ситуация временная, и она, конечно же, требует внимания со стороны граждан. Но вот если говорить о базовом сценарии, на который мы сейчас ориентируемся, что ужесточения санкционной политики не будет, а будет только ослабление ее, но вот отмены каких-то ограничений мы в ближайшее время не предвидим. Но все-таки корректировки, какие-то решения, в том числе инвестиционные, конечно, требуют. Ну вот если говорить об инвестировании, например, то есть веря в базовый сценарий, все-таки постепенное снижение инфляции без дополнительного давления санкций, то оптимальный портфель инвестиций будет состоять из складов. Мы видим сейчас рост ставок по вкладам, по депозитам. Также акции, но, конечно, ориентироваться сегодня на акции преждевременно, наверное, но на долгосрочный период, конечно, их будем рассматривать тоже как довольно эффективные инструменты вложения. Это облигации, причем корпоративные, облигации федерального займа, ну и, конечно, такой актив, как недвижимость. Вообще и практика прошлых кризисов и каких-то ситуаций, которые складывались на рынках, показала, что вложение в недвижимость может стать хорошим инструментом инвестирования, поскольку стоимость такой собственности только растет. Если, конечно, есть что вкладывать. Да, конечно, если по вложениям все-таки мы должны ориентироваться на более устойчивые, стабильные активы, при таком сценарии курс рубля стабилизируется, долговые инструменты позволят зафиксировать хорошую доходность. Но это для инвесторов, конечно, рекомендация. Если говорить о гражданах, которые сегодня испытывают проблемы со своими доходами, в том числе риски, связанные с их формированием, ну и, конечно, следует обратить внимание на расходы и такой инструмент, который сегодня правило финансовой безопасности, финансовой грамотности рекомендует использовать, это формирование финансовой подушки безопасности. Давайте поподробнее поговорим, простите, что такое финансовое, ну, чтобы всем нам было понятно. Это заначка, как принято говорить там, не знаю. Ну, можно так сказать, подушка – это запас денег на крайний случай. Он там может пережить потерю работы, какие-то непредвиденные крупные расходы и так далее. Ну, и сейчас, вот, в условиях кризиса подушка как никогда актуальна. Ну, вот, эксперты рекомендуют держать подушку в размере минимум трехмесячных расходов с учетом платежей по кредиту. А лучше всего, вот, в пределах шестимесячной суммы. Если подушка меньше трехмесячных расходов, то самое время сейчас постараться отложить туда все-таки деньги дополнительные, чтобы в случае каких-то непредвиденных расходов ситуации она могла помочь. Ну, и она должна быть легко доступна. Одновременно я отвечу на вопрос, какие направления вложений, вот именно текущие, могут быть эффективны. Часть можно держать в наличных рублях. Здесь следует с осторожностью относиться сегодня к иностранной валюте, потому что в условиях повышенной волатильности, а волатильность – это большая динамика роста, снижения курса… Нестабильность. Да, в этих условиях нужно быть очень внимательными к иностранной валюте. И мы видим примеры тех, кто на курсе 110 рублей за доллар, да, не удалось им получить свой доход, то есть они уже жалеют о принятом решении. Поэтому нужно быть в таких ситуациях очень внимательным. Ну, часть, конечно, граждане могут держать, держат на картах с процентом на остаток, что сейчас очень популярно, так называемые карты с кэшбэком, да. Это накопительные счета, расходно пополняемые вклады, обычные вклады, которые сегодня предлагают банки на такой короткий период с достаточно хорошим процентом. Ну, вклады, открываемые на небольшой срок. Поэтому вот сейчас, конечно же, финансовые инструменты с учетом требований текущей ситуации, они для граждан могут быть наиболее приемлемы и эффективны. Ну, вот смотрите, сегодня с утра новости идут о том, что доллар уже торгуется ниже 70 рублей, 69 там, по-моему. Это хорошая новость для нас? Ну, это... Или так напрямую это не связано? Курс на понижение, да. Но мы, наверное, не говорим сейчас о какой-то справедливости данного курса. Мы все еще находимся в ожидании. Все-таки решения, которые сегодня принимаются и Центральным банком, и правительством, они направлены на стабилизацию текущей ситуации, безусловно, такие решения приносят свои плоды, в том числе и связанные вот с этой ситуацией, с курсом. Но вот справедливый, конечно, курс мы увидим позже. Поэтому сейчас в условиях такой волатильности, да, снижения роста курса, который может зависеть от целого комплекса факторов, нужно, конечно, больше ориентироваться на надежные инструменты. И предпринимать какие-то здесь решения, может быть, достаточно нужно осмотрительно. А еще скажите, пожалуйста, я думаю, что все мы наблюдали эту ситуацию. Я лично видел где-то в конце февраля, начале марта, люди прямо в Кирове стояли у банкоматов, снимали наличность с карточек со своих, и согласно опросов всероссийского уже масштаба, примерно 20-23% наших соотечественников, они как раз-таки прибегли к этой процедуре, то есть они пошли и стали снимать деньги, которые у них хранились в банках. Сейчас обратно можно нести или стоит подождать? Нет, конечно, никакой причины снимать средства с карт не было, даже в условиях санкционной политики, когда мы получили ограничения, связанные с снятием средств, с проблемами электронных платежей, но они никак не касаются наших существующих сегодня платежных систем, это российские, отечественные платежные системы, которые стабильно функционируют, и никакой опасности хранения средств на карточках и в счетах, конечно же, нет. Здесь никакой проблемы нет, это решение только спровоцировало такой ажиотажный спрос, который тоже, соответственно, подстегнул инфляцию и потребовал таких системных, комплексных и, можно сказать, быстрых решений со стороны Центрального банка. В том числе ограничительной политики, которая сейчас тоже смягчается, и мы видим стабилизацию. Но вот что касается снятия средств такого ажиотажного спроса, это действительно ни к чему не приводит, да и вложения, которые люди осуществляют бездумно, они, конечно, ни к чему хорошему не приводят. То есть понятно, что в существующих условиях можно потратить средства, купив необходимую электронику или бытовую технику, лекарства, какие-то витамины, качественный корм для животных, что-то необходимое. Но когда идет ажиотажный спрос на продукты питания, конечно же, это ни к чему хорошему не приводит ни для покупателей, ни для рынка в целом, что мы, в принципе, видели и фиксировали. То есть вряд ли есть смысл какие-то сделать быстрые закупки. И еще на минутку вопрос, Елена Валерьевна. Скажите, для меня, на мой взгляд, кризис, вот эти непростые времена, это все-таки толчок к тому, чтобы вот сесть, найти серьезное время и подсчитать, а сколько ты тратишь, а какие статьи твоих расходов. Вот прямо четко, чтобы зафиксировать это на бумаге или, не знаю, где-то на экране компьютера, чтобы представить это воочию, что-то пересмотреть, от чего-то отказаться. Действительно так? Пора вводить привычку фиксировать свои расходы, прям вот посчитать. Так, ты получил зарплату, впереди 30 дней, сколько ты можешь потратить? Сегодня самый такой благоприятный, можно, если можно так сказать, период для того, чтобы заняться и финансовой грамотностью, больше внимания уделить учету доходов и расходов. Сейчас очень много есть подобных калькуляторов, их и предлагают банки через онлайн-кабинеты, их очень много можно найти в интернете, в открытом доступе, то есть это обучающая программа, устанавливаемые приложения по учету своих доходов и расходов. Это очень действительно актуально, чтобы мы видели доходы, расходы, ну и как раз могли бы фиксировать возможность формирования финансовой подушки безопасности за счет того, чтобы часть средств туда действительно отложить. Ну и учиться действительно тратить по доходам, внимательно, более внимательно относиться к своим средствам. Это очень важно сейчас. Ну и можно сказать, что учиться экономить, это всегда было актуальным. Да, безусловно, для нашей страны в особенности. Вот сколько мы помним себя, по-моему, всегда экономили родители, наши бабушки, дедушки и так далее. Спасибо большое. Елена Каранина, доктор экономических наук, профессор Вятского госуниверситета, руководитель регионального центра финансовой грамотности. Ну не есть же бросать, да, в конце концов, как заявил один из оброшенных нами. Сейчас небольшая реклама, 211-101, вы тоже можете дозвониться, высказать свое мнение, свою историю, свою позицию обозначить и номер для СМС, и сообщение 8909-720-101-0. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Как изменил вашу жизнь рост цен, которые мы наблюдаем последние месяцы, что поменялось, какие выходы вы ищете. Давайте общаться, давайте говорить, потому что жизнь продолжается, как заявила одна из участниц нашего опроса, проведенного совместно с газетой «Источник новостей». Хочется жить, хочется пожить хорошо. Я, как обычно, при подготовке к программе заглянул, что происходит в других городах, то есть, насколько это возможно. Обратился к источникам. Наши коллеги, журналисты тоже в эти дни вышли на улицы своих городов и решили поинтересоваться у жителей, а как они, собственно, реагируют на рост цен. Но вот мне без особого труда, например, удалось найти два опроса, которые были проведены в Костроме и в Ростове. Буквально в последние две недели там журналисты выходили, я быстренько аудиодорожку этих опросов взял, и сейчас мы можем послушать, что же там люди отвечают, как они чувствуют себя в современных условиях. Давайте про Кострому, по-моему, послушаем. Первую. Прошу нашего звукорежиссера запустить этот файл. Народное мнение. Как вы реагируете на рост цен? Да как реагируете? Отрицательно. Отрицательно. В разных магазинах все по-разному, самое главное. Скоро жрать нечего будет. Тут магазины в цены поднимутся. Не на что будет покупать. Людей денег нету, деньги кончаются уже. Если говорят, у нас все есть, продукты есть, почему же они растут тогда? Урожай у нас уже собрали до того, как. Ну, негативно, конечно, когда цены растут. Зарплаты не растут, а цены растут. Я нормально реагирую, я все понимаю. К тому же сейчас цены начали стагнировать. Мы, россияне, мы все вытерпим. Ну, как отрицательно. Потому что не хватает вообще пенсии. Как можно реагировать с меньшей пенсией? Отрицательно. Если сахарный песок стоил 50, а стал 70 с лишним. Критическая есть точка, отметка для вас? Для меня рублей, наверное, 150. Ну, 50, да. Это сахар. Сахар, да. Мы к всему уже привыкли. Ко всему. И к этому привыкли, ничего, будет все нормально, я считаю. Да как, я отношусь равнодушно к этому. К росту цен. И к росту, и ко всему. Ну, жизнь такая, все поднимается, все дорожает. Хоть возмущайся, хоть не возмущайся. Отрастительно. Пенсии не прибавилось, а цены прибавляются. Все подорожало. Поменьше будем есть, это здорово. Никак, никак. По барабану? Да. Вас не касается рост цен? Не касается. Ну, сколько придется, мы терпеливый народ. Сколько придется, столько и будем терпеть. Народное мнение. Ну, так, жители Костромы на вопрос журналиста о росте ценам отвечали буквально две недели назад. И следом еще один опрос, который был проведен в Ростове. Сейчас услышим этот вот специфический южный акцент, гакающий, да? Поймем, что это Ростов. Пожалуйста, что в Ростове творится? Народное мнение. Вы в магазин зайдите, посмотрите их цены. Ну, тот же самый, там, майонез и так далее, там, и подобное. Да, тот же самый хлеб. Батлон взлетел на нас. Был буквально, там, 30 рублей. Сейчас он стоит 40 рублей. Вам приходится на чем-то экономить? Конечно, приходится. Ну, в первую очередь, на одежде, скорее всего. Только он детям покупаешь в основном. Сейчас во многом себе приходится отказывать. К примеру, надо и машину отремонтировать. Уже не хватает денег, потому что надо задуматься, чтобы деньги были еще на продукты питания, на квартиру. Самый борщ уходит сейчас золотой. Если его делать, 500 рублей борщ. Это что за борщ такой? А стиральная машинка сгорит или холодильник? Что делать? Ну, сгорит, что вы. Старую выкинула, а на новую надо копить просто-напросто. А что делать? Люди думают о продуктах и как заплатить коммуналку, допустим. А такие вещи, как второстепенные, там, одежда, вот эти все вещи, они реже стали покупать, чтобы больше было возможности купить продукты какие-то привычные. Вам приходится сейчас на чем-то экономить? Пока нет, но, вероятно, скоро придется. Да недавно вообще тут сахара даже не было. Разгребали все на свете люди. Как с ума подсходили, что ли. Порошок там стоил 300-400 рублей, да? Сейчас, пойдите, 600 рублей. С чего вдруг? Под акцию берем, если что увидим. А так что? Так уже не возьмешь все такое официально, как раньше брали. Вам приходится на чем-то экономить? Ну, конечно. На всем. Потому что с цены, чтобы услаиваться в магазинах. Как вот вы видите будущее, какое у вас будет? Ну, лично у меня, я считаю, не очень хорошее. А вот у моих детей, может быть, еще что-то светлое появится в жизни. Народное мнение. Осталось несколько минут до конца передачи. 211-101. Напоминаю номер прямого эфира. Сейчас пообщаемся с еще одним экспертом, финансовым экспертом, Константином Кропаневым. Константин, приветствую вас в нашем эфире. Алло, добрый день. Добрый день, Владимир. Да, да, добрый день еще раз. Константин, новость сегодня с утра. Начну с этого вопроса. Доллар дешевеет, ниже уже 70 рублей торгуется. Как позитивную весть это воспринимать? Ну, это скорее как временное явление. То есть, сейчас надо понимать, что спрос на доллары ограничен в связи с рядом, так скажем, предпринятых мер. Ну, да, это, во-первых, какие-то регуляторные меры. Их тоже надо понимать, что сейчас импорт находится все же тоже в довольно низком объеме. И поэтому спрос на доллары, он невелик. И, да, сейчас мы наблюдаем доллар чуть выше 68 рублей. Угу. Финансовые рынки, есть ли сейчас возможность все-таки остаться где-то в прибыли, заработать? Или надо в ожидательную какую-то, осторожную очень позицию занимать? Мы вот опрос недавно проводили на улице, и один из молодых людей нам пожаловался, что он серьезно просел в плане брокерского счета, да, если не ошибаюсь? Вот что-то было такое. Ну, да, безусловно, время сейчас, так скажем, непростое. И многие инвесторы, которые инвестировали что в российские ценные бумаги, что в иностранные бумаги, но, к сожалению, сейчас терпят какие-то, ну, определенные убытки. Какие-то рекомендации сейчас давать, наверное, таки бесполезно, потому что, скорее всего, нужно действительно задать какую-то, занять какую-то выжидательную позицию и посмотреть, что на финансовых рынках будет происходить в ближайшие, там, 2-3-4 месяца. И, к сожалению, набор инструментов сейчас тоже, ну, довольно-таки ограничен. То есть, и наиболее, наверное, оптимальным, вот в моем понимании, это, наверное, какие-то либо банковские депозиты, по которым, ну, можно еще найти, допустим, по коротким банковским депозитам доходность выше 15% годовых. И, да, действительно, возможно, и в том числе, и рассмотреть покупку каких-то валют по текущим уровням, если, конечно, в вашем портфеле этих валют, ну, так скажем, объем их недостаточен, потому что, в первую очередь, все равно надо какой-то делать упор на диверсификацию, потому что выбрать какой-то единственный инструмент правильно сейчас будет невозможно. И сейчас может спасти только какая-то диверсификация, когда у вас есть какие-то рублевые активы и когда у вас есть какие-то валютные активы. Буквально несколько дней назад, по-моему, в предпоследний день, да, апреля 29-го числа, ключевая ставка была снижена до 14%. Это позитивный знак? Хороший сигнал, на ваш взгляд? Ну, конечно, да, с одной стороны, это довольно позитивный знак, потому что с учетом снижения ключевой ставки надо ожидать, что, во-первых, снижается ставка и при апотеке, потому что, так скажем, строительство очень сильно зависит от ипотеки, а строительство – это одна из ключевых отраслей в нашей экономике. И вот снижение как раз ключевой ставки благоприятно скажется, как и на ипотечных кредитах, так и на потребительских кредитах. И, ну, это позитивный знак, как минимум, для бизнеса. Ну, вот вы, Константин, упомянули минуту назад о том, какую доходность предлагают по вкладам в процентах. Мне в последнее время активно реклама в интернете попадается, там чуть ли не 20 и 20 с лишним процентов годовых обещают. Не вестись уж, извините за этот термин использованный, не вестись на эти предложения, как-то оценивать ситуацию, это все-таки реально, да? Ну, скорее всего, это немножко как бы такой остаточный эффект, то есть действительно ставки по депозитам буквально месяц-два назад. Многие банки предлагали ставку депозитам выше 20%. Но надо понимать, что... Это когда ключевая ставка 20, да, была? Ну, да, это когда была ключевая ставка 20. И это было в первую очередь по каким-то коротким депозитам, которые открываются на месяц-3. То есть сейчас ставки все же как бы снижаются. Надо понимать, что, конечно, можно еще найти какие-то депозиты, короткие депозиты со ставкой, там, условно говоря, процентов 18. Но если мы говорим про какие-то депозиты со сроком от года, то там уже ставка где-то приближается к 10%. Гораздо ниже уже. Да, и в том числе, если, условно говоря, когда была ставка порядка 20%, можно было разместить и валютные депозиты. Некоторые банки там по валютным депозитам тогда давали ставку выше 5%, что, так скажем, довольно-таки существенно. То есть сейчас ставку по валютным депозитам выше там 2-3% можно было найти проблематично. Спасибо большое, Константин. Время у нас, к сожалению, ограничено. Константин Кропенев, финансовый эксперт. Действительно, пора завершать программу «Народное мнение». Какой вывод, Саш, стоит сделать? Вот Елена Валерьевна, да, Каранина, которая была с нами на связи, использовала этот термин «волатильность», да, вот эта неустойчивость, раскачка, когда непонятные конкретные перспективы, когда нет, ну, насколько я для себя понял, да, серьезной какой-то опоры, серьезной под ногами. В общем, ждем каких-то изменений. А что нам еще остается? Да. Только завести табличку в Excel и следить за своими расходами, ограничивать их. Ну да, вот то, что может сделать каждый из нас хотя бы на бумаге или в приложении, да, какие-то гаджеты использовать. Осознать. Действительно рассчитывать. Ну и да, в первую очередь осознать и какой-то план хотя бы, ну, не то чтобы долгоиграющий, стратегический на долгие годы вперед, но план на краткосрочную перспективу, наверное, все-таки нужно иметь, да? Да. Как действовать в самое ближайшее время. На этом «Народное мнение» сегодня завершено. Александр Грислис, журналист газеты «Источник новостей», меня зовут Владимир Сметанин. Наша передача «Народное мнение» выходит по средам в 12.00, следите за анонсами в наших соцсетях. Всего доброго, до свидания. До свидания. Проект выходит при поддержке регионального агентства социологических исследований «Зеркало». Я тебе сказал. Не знаю, как сказать, учитывая рост цен. Это все бесполезно. «Народное мнение».